всем привет сегодня будет обзор т2 тюнера от компании uclan с названием 6701 т2 это новинка данной компании он немножко похож на uclan b6 спутниковый но для т2 телевидения такой он компактный маленький и сейчас мы его посмотрим на комплектацию и посмотрим на меню и посмотрим какие у него есть характеристики на коробочке написано что он поддержит кодек с 264 люди usb флешка и 5 в у тети ну и так больше ну давайте сейчас посмотрим на комплектацию комплекте идут как всегда батареечки это очень хорошо ну в основном все и лужу кабель тюльпаны ажемой кабель не лужут для старых телевизоров подойдет питание 12 вольт выносное тоже хороший плюс вдруг сгорит можно накупить и менять и ну и обычный пульт uclan of sky маленький небольшой удобный так что ну и инструкция описание настройка но и так далее коммана можно почитать здесь все порисовано написано ну и сам тюны рук он такой компактный маленький на передней панели есть выход usb 2 и 0 дисплей корпус пластиковый есть еще вариант с металлическим куб корпусом 6701 т2 metal ну и сзади антенный вход hdmi вход вход тюльпаны ну и подключение питания такой маленький компактный тюна рук ну что теперь давайте подключим к телевизору настроим по сканируем каналы ну и посмотрим как он работает вот такое у него включение заставка и клан и он приключение если еще не сканировали он начинает сам сканировать но можно и выйти потому что у меня например наружная антенна мне нужно включить питание антенны чтобы поймались каналы ну и нажимаем автопоиск сканирует он тщательно не очень конечно быстро но находит все ловит все нормально так сейчас посмотрим как он все это отсканирует и как все будет у нас работать и как будут показывать каналы данный тюнер поддерживает usb вайфай адаптеры если подключить usb вайфай адаптер можно получить доступ к сети интернет открывать айтити айпи тиви каналы ну и в общем покажу какие приложения еще нам работают есть функция time shift можно поставить трансляция на паузу и по возвращению продолжить просмотр с того же места где остановилась также есть функция запис записи возможно записывать телепередачи фильмы но и другие использовать и usb носитель есть и pg электронная программа передач ну и встроенный медиаплеер который поддерживает разные форматы все это можно смотреть так мы видим уже нас каналы сканируется так у меня к сигнал ловит с двух вышек видите номера немножко разбросаны так как а потом когда отсканируется они выставляться по порядку там окну качество сигнала у меня сейчас не очень ну что-то поймалось так ну я думаю достаточно сохраним канала потому что нет смысла долго ждать просто посмотрим какая у него картинка ну картинка неплохая как мы видим нормально все работает показывает ну виклоном хорошая картинка так что можно использовать его как т2 телевизор для т2 телевидения так ну все каналы показывают сейчас мы пройдемся по меню меню у нас есть редактор каналов можно каналы кнопочкой 1 удалять перемещать переименовать и 5 выставлять по фаворитах кому как что понравится следующие есть программные гида такие программа телепередачи если поддерживает канал то можно посмотреть телепередачи сортировка по лс на можно за у нет по частоте по индикатору айди и по названию каналов штук кто как любит так и настроит логическая нумерация можно включить выключить она потом выставляет по порядку авто обновление каналов можно включить выключить и при включении тюнера можно выставить как смотрите спутник айпи тиви или интернет-канал и соотношение сторон разрешение этого формат регулировка громкости чтобы был одинаковый звук настройка меню по вкусу можно настроить настройка инфопанели можно с яркие не можно выставить и индикация панели можно выставить время или номер канала ну и то уже так эти все настройки мы сохраняем и переходим дольше смотреть дальше у нас настройка канала я уже вам это показывал есть смешной поиск авто поиск и питание антенна настройка времени можно настроить регион летнее время включить выключить ну и время которые сейчас на данный момент есть чтобы показывалась на панели время дальше у нас идет таймер сна можно включить выставить отключить установка таймера и настройка можно настроить язык меню выбрать который какой вам удобно здесь языков очень много языка apg язык субтитров также тоже есть язык теле текста и аудио язык 1 2 цифровой звук можно выставить авто выставить звуковую дорожку ну каждый под себя настроит как надо есть родительский контроль можно установить кому надо поставить свой пароль сразу пароль идет нули ну а там уже выставите и можно выставить родительский контроль по возрасту дальше есть тоже пароль и чтобы никто не лазил у вас в меню можно включить выключить дальше у нас есть сброс на заводские настройки есть информация вот как видите версия прошивки ну можно найти прошивочку на флешку и все это установить новую версию прошивки прошивку мы устанавливаем на флешку выбираем и путь к файлу и ищем на флешке свою прошивку вот она у меня сейчас вот и нажимаем кнопкой ok и идет обновление прошивки так что реклам выпускает часто новые версии прошивки прошивку можно у них скачать на официальном сайте или где-то на форумах поискать и обновлять вот видите уже у меня одна обновление пошло тюнерок обновляется и установится последняя версия прошивки обновляется он довольно быстро после обновления тюнер будет перезагружаться сейчас мы все это увидим так все тюнер обновился начал перезагружаться сейчас так он включается и можно потом тоже отсканировать канала если надо но сразу выступает вот это меню гид по настройкам так ну продолжим дальше изучать данный тюнер после обновления можно подключиться к сети можно подключить вай фай адаптер и вот сейчас мы подключимся к моей вай фай сети чтобы потестировать интернет приложение здесь если есть пароль нужно вот где она ввести пароль сейчас мы вводим мой пароль сохраняем и ждем пока не появится галочка возле вашей сети вот появилась галочка и подключаемся всего сеть подключена сохраняем сети ну идем смотреть на интернет приложение первое это ай пи тиви а пи тиви тоже можно установить с флешки тоже на форумах можно найти ай пи тиви лист установить флешечку и вот вот моя пи тиви лист нажимаем синей кнопкой и загружаем ай пи тиви лист в тюнер и можно смотреть интернет каналы сейчас мы посмотрим как они идут меня конечно сейчас скорость интернета слабенькая поэтому не сильно получится посмотреть ну сейчас мы попытаемся так включаем наш ай пи тиви там дальше есть также встроенный youtube но youtube на этой прошивки у нас не работает но youtube поделенный может с новой прошивкой он будет работать но он разделен на разные вид как вы видите разные тематики выбираете что интересно и можно смотреть тоже youtube дальше у нас после ютуба идет кинотеатр на данный момент он тоже почему-то не работает может тоже уже может с прошивкой поправлять есть кинотеатр также синоплекс этот кинотеатр работает отлично здесь тоже фильмы по дереве длины по категориях сейчас мы запустим один фильм посмотрим как он идет и работает нажимаем фильм и сейчас он запустится вот как мы видим фильм пошел здесь фильмы обновляется постоянно приходят новинки так что можно этот кинотеатр использовать для просмотра фильмов он запускается хорошо поэтому именно данный кинотеатр это большой плюс для этого тюнерка тоже видите кризисе мультфильмы и по категориях и все здесь по деле но все можно выбрать все можно смотреть очень много категорий выбрать и есть skylight это интернет телевидение здесь очень много каналов около 250 есть очень интересные фильмовые и спорт все можно посмотреть и все она работает так что в этот тюнер можно использовать даже без антенны здесь очень много каналов все можно подключать и смотреть дальше есть встроенный кинотеатр мегагул тоже в этом тюнере он работает можно смотреть фильмы мегагул если ну хорошая скорость интернета все это тянетесь рс новости stalker портал и экстрима раз новости здесь уже переведены так что кто может любит читать всякие новости тоже можно здесь выбирать и читать здесь несколько встроенных новостных ресурсов выбираете какой вам интересный ну и все можно смотреть видите все здесь работает все показывает дальше stalker портал и экстрим портал кого есть доступ можно смотреть есть погода можно тоже выбрать свой город или кинотеатр тоже функционально есть но он не работает в данной версии прошивки поэтому может будущем он начнет работать ну вот такой тюнерок в принципе неплохая модель есть рабочий кинотеатр работает интернет каналы и неплохо ловит т2 ну есть конечно очень много ошибок но надеюсь в будущем все это исправят ну всем спасибо за